Альберт Эйнштейн. Жил с 14 марта 1879 по 18 апреля 1955 год. Физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Эйнштейн – автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и других. Он разработал несколько монументальных физических теорий. Активно выступал против войны, против применения ядерного оружия, за уважение прав человека, взаимопонимания между народами. Все в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша частота. Это не философия. Это физика. Действительность – это иллюзия, хотя и очень стойкая. Проблемы не могут быть решены на том же уровне мышления, который создал их. Один день ты перестанешь учиться, и ты начнешь умирать. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Теория – это когда все известно, но ничего не работает. Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику, ничего не работает, и никто не знает почему. Я родился, и это все, что нужно для счастья. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им еще больше сказок. Наши убеждения и представления часто являются ловушкой, ограничивающей наши возможности. Единственным знанием, способным продвинуть нас на пути развития, является знание того, что воображение способно на все. И все, что возможно в нашем воображении, возможно и в реальности. Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи. Я ничему не учу своих учеников, я лишь создаю условия, в которых они сами научатся. Человеку всегда нравится делать то, к чему у него есть талант. Идея персонифицированного божества никогда не была мне близка и кажется довольно наивной. Военная промышленность в действительности величайшая опасность для человечества. Она черная движущая сила, скрытая за повсюду распространяющимся национализмом. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем. Человек это часть целого, которое мы называем вселенной, часть ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода оптическим обманом. Эта иллюзия стала темницей для нас, ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача освободиться из этой тюрьмы, расширив сферу своего участия до всякого живого существа, до целого мира, во всем его великолепии. Религия, искусство и наука – это ветви одного и того же дерева. Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста. Игра является одним из самых эффективных способов упростить вашу жизнь. Это то, что мы делали в детстве, но мы забыли играть во взрослой жизни. Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу, и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей, и природных, и духовных. Такому описанию соответствует буддизм. Если и есть религия, которая сможет удовлетворять современным научным потребностям, это буддизм. Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным. Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя. Информация в чистом виде – это не знание. Настоящий источник знания – это опыт. Логика доставит вас от А до Я, воображение доставит вас повсюду. Есть только две бесконечные вещи – Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен. Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Ничто не принесет такой пользы человеческому здоровью и не увеличит шансы сохранения жизни на Земле, как распространение вегетарианства. Когда нормальный человек ищет иголку в стоге сена и рано или поздно ее находит, он успокаивается. Гений, в отличие от нормального человека, попытается найти все возможные иголки. Воображение важнее, чем знание. Знания ограничены тогда, как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Единственный разумный способ обучать людей – это подавать им пример. Единственное, что может направить нас к благородным мыслям и поступкам, это пример великих и нравственно чистых личностей. Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность. Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывала недостойные средства для ее достижения. все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает. Зачем мне что-то запоминать, когда я могу легко посмотреть это в книге. Как много мы знаем, и как мало мы понимаем. Здравый смысл говорит нам, что Земля плоская. Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами. Наблюдай внимательно за природой, и ты будешь все понимать намного лучше. Единственное, что мешает мне учиться, это полученное мной образование. Сила всегда привлекает людей с низкими моральными качествами. Национализм – детская болезнь. Это корь человечества. Удачная возможность прячется в трудностях. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok